Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости «Анапа-регион» в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Выкупили эту землю, взяли в аренду ее. Там сейчас орелок ставить будет. Закрытый показ. Предпринимателями, собирающими деньги за проезд на смотровую площадку «Ласточкино гнезда», занялась городская администрация. Мы прошли 37 судов. И на одном суде уже вынесли решение суд – достроить. Квартирный вопрос. Обманутые дольщики с Парковой 60 ждут решения своей многолетней проблемы. Осталось найти застройщика, который возьмется достраивать объект. Спортивных успехов, самых высок в спорте. Всех с праздником, удачи всем! Праздник спорта. Массово и зрелищно в «Анапе» отметили Международный день бокса. Ситуация на знаменитой смотровой площадке «Ласточкино гнезда», где некие лица берут плату за проезд, попал на контроль главы города. В субботу Юрий Поляков направил туда комиссию во главе с заместителем Эдуардом Балмышевым для выяснения обстоятельств. Здравствуйте. Здравствуйте. А что заехать? Как туда? А проезд у нас сейчас платный 100 рублей. А сколько? 100 рублей. Ну давай заплатим. А это что у вас такое? Это сейчас все это, выкупили эту землю, взяли в аренду ее. Там сейчас орех ставить будет. А у кого выкупили? А? А вот документы. У местных кого-то что-ли? Я их не конкретно нельзя, но не знаю. Поставлю на что-то. А что там за услуги какие-то предоставлять или просто за имя? Нет, сейчас туда облагораживают, расчистят. А там площадка есть, да? Да, площадка есть. Ларек только ставят мороженое. Соки такие. Это буквально 3-4 дня. Видимо, за возможность покупать мороженое и соки в этом ларьке и придется теперь платить инопчанам и гостям курорта. Предприниматели обещают здесь каким-то образом благоустроить территорию. Однако вопрос зачем? Ведь это место и привлекательно своей первозданностью. В ходе разбирательства было установлено, что данная земля находится в собственности у некой Аси Михайловны Аракелян. А оплату за проезд собирает субарендатор Гай Карленович Соколенко. Насколько правомерно вести здесь коммерческую деятельность? Вопрос открытый, так как этот участок имеет статус сельхозназначения. Все собранные материалы администрация направила в правоохранительные органы, Росреестр и Росприроднадзор для принятия конкретных жестких мер. Мы будем следить за развитием событий. Блокировку проезда к Ласточкиным гнездам разбирали и сегодня на городском планерном совещании. Уже направлены материалы в Анапскую полицию для принятия жестких мер. Вместе с тем глава города-курорта Юрий Поляков потребовал от подчиненных по максимуму использовать собственные ресурсы, в том числе для борьбы с несанкционированной торговлей. Любая деятельность должна осуществляться в соответствии с законом. Первое, что бросается в глаза, на земле сельскохозяйственного назначения ведется коммерческая деятельность. Юрий Поляков поручил досконально разобраться в ситуации. У кого она? В собственности одно лицо передало другому, и третьему лицу сейчас передали в субаренду, до того мы не увидели, не выяснили, потому что до того... Потому что его нет, скорее всего. Да, и какой-то Денис, якобы, я взял в аренду, я там работаю. Со слов, по телефону я общался с ним. Ну давайте, разберемся. Также материалы направлены в Росреестр и Росприроднадзор. Глава города поручил регулярно докладывать о ситуации. Еще один острый вопрос – так называемый джипинг – экстремальная езда по пересеченной местности, как правило, на переоборудованных советских внедорожниках. По словам начальника отдела полиции по городу-курорту Андрея Терехина, законных оснований для оказания такой услуги нет вообще. С начала года в Анапе оформили 770 административных протоколов. Как показывает практика, самый эффективный способ воздействия на таких нарушителей – постановка машины на штрафную стоянку. В городе-курорте эта мера использована в 91-м случае. Позиция наша понятна, но, к сожалению, их такое количество прибавляется постоянно. Причем из нашего анализа, проведенного, примерно 70% – это не местные жители, это жители края, которые приезжают для того, чтобы в летнее время заработать какие-то деньги. Примерно такая ситуация. Самая жесткая мера – это постановка транспортных средств. Ну, то есть не дать работать. И потом, да, и потом аннулирование ее регистрации через суд. Тоже есть такая процедура. У нас в прошлом году 6 аннулирований регистраций прошло. В этом году еще не готов сказать, потому что процесс сам, он длительный и затяжной, надо там все процедуры соблюсти. Хорошо, Андрей Анатольевич, работу сбавлять не будем, будем усиливать. Заместителя прошу вникнуть в эту тему. За минувшую неделю во взаимодействии с сотрудниками полиции из продажи в селе Витязево и Станицы Благовещенской было изъято около 1,4 тонны алкоголя. В том числе на пляжных территориях, где торговать спиртным категорически запрещено. По поручению главы, с трасс убрали около 50 конструкций с рекламой жилья. 144 протокола составили специалисты муниципального контроля, в том числе и за нарушение правил благоустройства. Юрий Поляков потребовал обратить внимание на торговые точки, которые появляются в частном секторе вместо заборов на так называемой красной линии. Мы говорим, не стационарные торговые объекты, когда по фасаду дома снял 10 секций и поставил 10 ролет. Вот передайте ему, пусть занимается этим вопросом. Ваша задача все это оформлять и отправлять на административную ответственность, пополнять бюджет. В муниципалитете напоминают, что краевые власти внесли поправки в региональный закон. Предупреждений теперь не будет. За нарушение правил благоустройства для граждан предусмотрен штраф от 3, а при повторном нарушении до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц до 10, а для юридических до 50 тысяч рублей. Выписывать протоколы можно будет по одному каждые сутки. Таким образом, 24 часа незаконной торговли теперь могут в прямом смысле дорого стоить. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. В станице Анапское на улице Южная установили новую детскую площадку. Это первый из 13 таких объектов. Средства на эти цели выделили краевые депутаты. Ход работ на контроле у главы муниципалитета. Металл и древесина прочно и экологично. На первом этапе рабочие заливают фундамент для большей устойчивости. Затем собирают площадку как конструктор. По словам подрядчика, к работе они подходят основательно. И прибережной эксплуатации площадка прослужит долгие годы. Все оборудование изготовлено согласно ГОСТов. Паспорта, сертификаты, все прилагается. Она будет в любом случае безопасная для детей. Качественная. Мы используем качественные материалы, поэтому в гарантийном сроке в любом случае все будет стоять, как ни крути. Всего в муниципалитете будет установлено 11 детских площадок и 2 тренажерных комплекса. Я хочу искренние слова благодарности сказать Юрию Александровичу Абрулачу, председателю ЗСК. Он оказал эту помощь. Анапскому району выделил деньги на эти детские и часть спортивных площадок в сумме 2 миллионов. В станице Анапской установят еще один такой комплекс. Работы в общей сложности займут 10 дней. За это время площадки появятся в Анапе, в селах, в субсехах и Гайкадзор, а также в хуторе Рассвет. Уже завтра строители начнут работу в селе Сукко. Александр Ребека, Ксения Осипко и Михаил Попов. Анапа-регион. Администрация города-курорта ищет инвестора для того, чтобы решить проблему обманутых дольщиков долгостроя по улице Парковой 60. Они ждут своих квартир более 10 лет. В одной из строительных компаний провели расчеты, однако выйти на минимальную рентабельность невозможно без выделения дополнительного участка. Сделать это можно будет после того, как на краевом уровне разработают методику к новому закону, который предусматривает именно такой вариант решения проблемы. Вот здесь это все находится. На вторых, на третьих этажах залазим через эти окна, через нее шел. Попасть в этот недостроенный дом на улице Парковой сложно, но при желании можно. Такое сомнительное соседство раздражает местных жителей. И вдвойне неприятно для тех, кто так и не получил здесь заветных квадратных метров. Строительство началось в середине 2000-х. Уже вступил в силу федеральный закон номер 214 о долевом участии. Его приняли после целой волны историй с обманутыми дольщиками по всей стране. Застройщики предпочитали работать по нему, подтверждая тем самым свою надежность. Здесь же хозяйствовали по старинке. В итоге покупатели квартир начали кормить обещаниями, а в 2011 году объект официально получил статус проблемного. Руководителя компании признали виновным по пункту Б части 2 статьи 165 Уголовного кодекса Российской Федерации причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотреблением доверия. Спустя некоторое время он умер. Мы прошли 37 судов и на одном суде уже вынесли решение суд достроить, что мы являемся, у нас есть документ решения суда о праве собственности. На всех инстанциях мы прошли уже, во всем буквально. И главное в реестре уже в Краснодаре. И что мы в Перечень края. На очереди стоим по краю первые на достраивании, на дальнейшем достраивании жилья. В городской администрации людей понимают, но решить их проблему в одиночку муниципалитет не может. Уже несколько лет идет поиск застройщика, который смог бы достроить проблемные объекты. На этой площадке их три. В управлении капитального строительства подсчитали, что сегодня на завершение и подключение к сетям, без учета внутренней отделки квартир, потребуется порядка 460 миллионов рублей. Одна из компаний взялась составлять смету, однако в итоге отказалась нерентабельно. Нужен привлекательный участок земли под строительство, чтобы компенсировать расходы. Закон, который принят краем, он только в апреле месяце в закон усилу вступил. И для того, чтобы он заработал, необходимо разработать еще подзаконные акты, в том числе методику предоставления земельного участка инвестору, что сейчас и происходит. Соответствующие документы должны появиться осенью текущего года. Со своей стороны муниципалитет передал в Край данные о свободных земельных участках. Будет выделять Край, будет разрабатывать и площадь, сколько необходимо предоставить, стоимость. Это все будет разрабатываться Крайем. Мы краю предоставляем только информацию об имеющихся земельных участках на территории Анапы. В администрации заверили, что поиск инвестора не прекращается. Один на один со своей проблемой дольщики не останутся. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Международный день бокса отметили в Анапе массовым флешмобом. На театральной площади развернулся настоящий праздник спорта. Показательное выступление, спортивные танцы и награждение лучших спортсменов и тренеров. Участников мероприятия поприветствовал глава города Юрий Поляков. Бой с тенью. Под таким названием одновременно в нескольких городах стартовали массовые флешмобы. В Анапе в акции приняли участие свыше 100 воспитанников детско-юношеских спортивных школ. С большим праздником спорта участников мероприятия поздравил глава города Юрий Поляков. Я хочу обратиться ко всем спортсменам, к тренерам, к ветеранам спорта, поздравить всех с таким знаменательным праздником. Пожелать всем здоровья, спортивных успехов, самых высот в спорте. Всех с праздником, удачи всем! Сегодня только показательные выступления. На сцене как опытные боксеры, так и новички. Спортсмены демонстрируют все, чему научились за годы тренировок. По словам представителей Федерации бокса в Анапе, цель мероприятия – заинтересовать спортом как можно больше людей, показать преимущество здорового образа жизни, а также отметить высокие результаты анапских спортсменов. Копуляризация бокса, то, чтобы показать, что федерация работает, именно работает для города, чтобы наши спортсмены, наших, вернее, спортсменов знали не только здесь, а вообще по всему миру. Конечно, рады все, потому что международный день бокса, который проводится по всей России, и в нашей Анапе это впервые, это новое, и я думаю, это уже будет традицией каждого года. В Анапе бокс, как спортивное направление, достаточно развит. Есть и свои чемпионы. Рафик Рафаэлян занимается кикбоксингом уже 10 лет. Сегодня на главной сцене города ему вручили благодарность за победу на первенстве России. Золото спортсмен рассчитывает взять и на чемпионате мира, куда отправится уже в сентябре этого года. Кикбоксинг для меня самый любимый вид спорта. Ну, как бы затягивает самого туда. Каждый день тренировки, тренировки, готовимся, соревнования. Вот больше всего, когда выигрываешь какие-нибудь серьезные соревнования, тебя еще больше туда затягивает и хочется чего-нибудь еще больше выиграть. Сейчас анапские боксеры готовятся к еще одному важному спортивному экзамену. 29 августа в городе-курорте пройдет турнир по боксу класса А. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа Легин. Праздник красоты и женственности. Анапские красавицы вышли на сцену городского театра, чтобы побороться за титул «Мисс Анапа-2018». Из 60 конкурсантов до финала дошли всего 18. Девушкам предстояло не только показать себя с лучшей стороны, но и продемонстрировать свои творческие и интеллектуальные способности. Как конкурсантки справились с задачей и кто завоевал корону первой красавицы города в сюжете. Спортсменки, комсомолки и просто красавицы. Все девушки как на подбор. Стройные, харизматичные и всесторонне развитые. Конкурс давно вышел за рамки красоты. Жюри оценивает не просто природные данные, а целый образ, в том числе интеллектуальные и творческие способности, увлечения. Опытные модели говорят, что сегодня безупречным внешним видом уже никого не удивишь. Поэтому приходится делать упор на внутреннее развитие. Учиться, читать книги, получать образование – это самое главное. Потому что красота, она все-таки временна. А без красоты сейчас нет моделей. Важно быть чем-то наполненной изнутри, чем-то интересоваться, чтобы была цель в глазах, чтобы горели глаза и, конечно же, любить свое дело. Вот интересно посмотреть. Мне кажется, вот все девочки очень красивые, очень общительные. Это даже в какой-то мере очень интересно попадать в себя в чем-то новом. Конкурс состоит из четырех этапов. Визитная карточка, дефиле в купальниках, показ вечернего платья и повседневного наряда. В составе жюри – известные фотографы и представители модельных агентств. Первое – показать, что в нашем городе очень много красивых людей, очень много красивых девушек. Показать, что в нашем городе такие мероприятия имеют место быть, потому что это важно. Это классное событие городского уровня, на которое люди приходят красивые, которые болеют за своих детей, за своих родных девочек, просто приходят посмотреть. Этот конкурс однозначно может стать ступенькой для модели, потому что у нас представители разных модельных агентств в зале. И, возможно, даже сегодняшний конкурс закончится несколькими контрактами для девочек. Выбрать из лучших самых лучших оказалось непросто. Но члены конкурсной комиссии сделали свой выбор. Звание второй вице-мисс досталось Ольге Косолаповой. Вице-мисс признана Яна Гаева. Главный же титул «Мисс Анапа-2018» завоевала Надежда Янко. Именно она представит Анапу на конкурсе «Мисс Россия-2019». Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-Регион. Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер, тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48300. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал, женский зал, школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Для студентов и школьников абонемент от 400 рублей. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова